МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Было выявлено более 1200 нарушений в таких сферах, как экономика, защита прав и законных интересов граждан и других. Являются нарушениями, это огромный блок, пласт, социальные права граждан, это и жилищные права, трудовые права, безусловно. Вот пользуясь случаем сегодня, что в таком расширенном формате мы беседуем с вами, я хотел бы обратиться ко всем жителям нашего района, чтобы в случае, если кому известно о фактах, если не коснулось лично кого-то, родственников, знакомых, относительно задолженности по выплате заработной платы, чтобы люди ни в коем случае не откладывали этот вопрос в долгий ящик, если работодатель не платит заработную плату, либо задерживает ее. Если возникла проблема, чем быстрее человек обратится к нам, тем быстрее будет решен этот вопрос. Как подчеркнул прокурор, практика показывает, что чем больше период невыплаты заработной платы, тем сложнее работнику вернуть законно заработанные средства. Уголовные дела в отношении работодателей за невыплату зарплаты сотрудникам на территории района не возбуждались, однако выявлено порядка 30 таких случаев с начала года. Хочу напомнить, обратиться к работодателям, срок давности привлечения к административной ответственности – один год. При повторном совершении такого правонарушения работодатель, должностное лицо может быть по решению суда дисквалифицирован. Городская прокуратура также на постоянной основе ведет работу по мониторингу материалов сети интернет на наличие вредоносного контента. В случае обнаружения специалисты обращаются с соответствующим заявлением о блокировке сайтов в суд, ответчиком выступает Роскомнадзор, который имеет соответствующие полномочия по ликвидации деятельности интернет-ресурсов. «Мы блокируем сайты по продаже водительских удостоверений, находили поддельных дипломов, алкоголя, обналичить мат-капитал предлагают. Находили сайты, блокировали по продаже наркотических средств». Услуги по продаже поддельных водительских документов пользуются спросом у населения, рассказал Александр Жохов. Случай использования такого документа был выявлен в Колпашеве. На территории Колпашевского района в городе Колпашев был выявлен факт сотрудниками ДПС при остановке водителя. Все водительское удостоверение, оно как настоящее, все. Ну просто люди, когда делают эти вещи, они не думают, что... Их же знают здесь, другая фамилия вписана, а водительское настоящее. А он лишен, права управления был. Ну, тем не менее, заказал, чтобы ездить. То есть такие факты есть? И лица за это привлекаются к уголовной ответственности. С развитием информационных технологий развиваются и новые виды мошенничества, отмечает прокурор. Преступления, охищение денежных средств граждан не теряют своей актуальности. Взбуждали не так давно уголовное дело, когда взломана была страничка, сообщая о горе, что у меня умерла мама, пожалуйста, там, Маша, помоги. Вот подруга так и так переведит, а бежит и переводит несколько сот тысяч. Выявляли мы интересную страничку здесь, сейчас проверки ведутся, когда сдача квартиры в Колпашево, да, в микрорайон Геолог. Цена очень низкая. Созваниваешься с человеком, говорит, да, вот его деньги переведите, я вам приду и покажу. Так, может быть, сначала посмотрим, квартиру нет, 3 тысячи переведите, а потом мы вот пойдем смотреть, начинаем пробивать этот номер, начинаем смотреть, а номер-то не местный, он зарегистрирован в Подмосковье, вообще работает этот номер. На территории района фиксируются и преступления в отношении детей. Как отметил прокурор Александр Жохов, показатель таких дел составляет около 10% от общего числа. Это достаточно много. Здесь есть и бытовое насилие. Недавно мною передано для расследования следственный комитет уголовное дело в отношении жительницы города Колпашево. Расследование еще не окончено, поэтому я не могу называть фамилию, которая, являясь матерью, семья вроде внешне благополучная, все. Тем не менее, систематически подвергал насилию своего несовершеннолетнего сына. Стали разбираться, в чем проблема систематической алкоголизации. То есть муж уезжает на вахту, мама начинает злоупотреблять алкоголем, несмотря на то, что там в семье несколько детей. Двое из них вообще малолетние. В отношении этого ребенка мама привлекалась дважды в течение года. За аналогичное. Сейчас по делу проводится предварительное следствие, то есть оценка ее действий будет дана. В том числе и рассмотрен вопрос о наличии в ее действиях тяжкого состава преступления, предусмотренном частью 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации. В данном случае это лишение свободы до семи лет. Еще один неординарный случай в Колпашеве был выявлен прокуратурой в отношении родительницы, которая использовала радикальные методы воспитания несовершеннолетней дочери. Тоже случай неординарный, когда ребенок, взяв небольшую денежную сумму мамы, мама решила наказать, схватив ребенка, начала угрожать, демонстрируя, прям ложив на это, что сейчас отрежет ей пальцы на руках. Так что ребенок аж прибежал в Центр защиты детей и семьи, то есть наш колокольчик испуганный, то есть настолько был шокирован. Я понимаю, что воспитывать надо, может быть, надо и пресекать какие-то факты, но при этом не надо нарушать закон, то есть как требует тот семейный кодекс, воспитание не должно сопровождаться жестокостью, насилием и унижением человеческого достоинства несовершеннолетних. Мы должны помнить, что это дети. Александр Жохов также прокомментировал проверку по факту гибели сельскохозяйственных животных на одной из местных ферм индивидуального предпринимателя Шадрина. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что предприятие находится на стадии панкротства, а коровы на ферме погибают от истощения. Эта ситуация не сегодня возникла и не вчера. Эта проблема возникла до этого. Почему? Мы не начали проверку по факту именно гибели животных. Проверку нашла, уже была. И просто совпало, что как раз вот это произошло. Нами была инициирована и доследственная проверка, которая проводится сотрудниками следственного подразделения МВД России по Колпашевскому району по факту гибели животных. Назначен ряд экспертиз судебных. Прозвучало интервью, что животные пали якобы с голода от бескормицы. Но здесь я могу у вас уверить, что это не так. Животные погибли, но не от голода. Они погибли от того, что от ненадлежащего содержания их, а содержания не только кормления, то что скучность была, затоптали их там. Проблема возникла в том, что доведя свое хозяйство до стадии, когда кредиторы обратились в арбитражный суд, и суд в соответствии с законом принял решение о введении внешнего управления, то есть предприятие не распродается, не для загашения, оно еще действует и вводится в внешнее управление, потому что предыдущие руководители оказались несостоятельны. И чтобы покрыть те долги кредиторам закрыть, предприятие еще работает и может это сделать. Для этого и вводится. Как это эффективно они осуществляют управление, мы сегодня видим. То есть внешнеуправляющий говорит о том, что мне не передаются документы, мы выходили на место, смотрели, там действительно бардак с документами, ничего не велось, невозможно найти где-то что-то. Ну завалена комната просто. Сегодня внешнеуправляющий свезся только к переписке, а мер-то никаких не принято. В настоящее время в арбитражном суде рассматривается дело об отстранении внешнего управляющего от управления хозяйством. Прокуратура выявила нарушение как в деятельности внешнего управляющего, так и в действиях индивидуального предпринимателя. Ситуация находится на контроле. После нашего вмешательства вы видите, как сразу началось движение. То есть ситуацию мы не отпускали. У нас мы и привлекали к административной ответственности и руководителя крестьянско-ферминического хозяйства за непередачу документов, наказанного в рамках КОАП, назначено наказание. В плановых мероприятиях прокуратуры на будущий год основное внимание будет уделено защите прав слабозащищённой категории граждан. К ним относятся люди с инвалидностью, безработные, несовершеннолетние и другие. Кроме того, повышенное внимание будет уделено охране окружающей среды, соблюдению жилищных прав несовершеннолетних и реализации национальных проектов. Добавлю, 2022 год будет юбилейным для работников прокуратуры. 12 января в нашей стране отметят 300-летие создания российской прокуратуры. Редактор субтитров А.Семкин